Виктория Ляхова Погорелся на Сабесе В бывшем центре занятости И социальных программ Должен был въехать в садик Детский садик Но он еще не открылся Планировался открыться в октябре этого года Но вот Асимгуль Предприниматель и бизнесвумен Возмущена Приехав на место Она не обнаружила там ни батарей Ни дверей И даже не было подвесного потолка Естественно она задалась вопросом Куда это все делось И у девушки своя версия на этот счет Она уверена что с переездом Сотрудники гор Сабеса Забрали все ее имущество К себе домой К себе домой Но это мы пока не будем утверждать Это только со слов самой Асимгуль Это все еще будет обсуждаться И чем закончится эта история Мы обязательно будем держать в курсе дела читателей Я думаю что это будет очень интересно Особенно вот с какими сложностями теперь придется столкнуться девушке Женщине С вот С открытием своего садика Мало того что ей еще выплачивать за это здание придется 195 миллионов Так оно сейчас даже не выглядит как здание Полная разруха Следующий материал Дети капитала и гранта Мы уже говорили о теме образования Касающейся конкретно Что наши выпускники уезжают почему-то в российские вузы поступать И вот после выхода нашей статьи в прошлом номере Этой проблемой занялись и в парламенте И вот как обсуждали Как планируют решать эту проблему И назвали некоторые ключевые проблемы Из-за чего все-таки уезжают наши российские выпускники Я думаю что это будет очень интересно прочитать Департамент чрезвычайных советов Я думаю что вы уже слышали И вы Антон То что в связи со степными пожарами Которые вот участились у нас в последнее время На прошлых неделях Погибло 5 человек Четверо в Этикибийском И один в Тимирском районе В Этикибийском по масштабам Пожар был очень большим Он захватил 16 тысяч гектаров земли Погибли простые сельчане Это Аким сельского округа И рабочие школы Это завуч, охранник и просто жители Вот странно Где были сами пожарники Почему простым добровольцам Простым сельчанам Пришлось выйти бороться с огненной стихией Ну и в результате конечно погибнуть А вот в департаменте чрезвычайных ситуаций На этот счет имеет вот свое мнение И свои ответы и комментарии О том что они все вопросы решают Путем вот совета в совещании заседания Ну то есть как заседания будут помогать Теперь всеми Подрушить пожары И конечно остается под большим знаком вопроса Бизнес на каблуках Молодые октябинки Не боятся открывать свои дела Бизнес Которые приносят не только им прибыль Но и пользу всему государству Вот кому выгодно помогать Молодым девушкам И с какими сложностями им приходится сталкиваться В материале, в новом номере Мы встретились с этими девушками Они рассказали о своих идеях И очень интересно Что такие казалось бы на первый взгляд Мечтательные и фантазийные Я бы даже сказала идеи Действительно воплощаются в реальность И превращаются в хорошую прибыль Для молодого поколения сегодня Это очень здорово И приятно даже было пообщаться с ними И возможно даже вдохновиться И кстати их встречи как раз таки основаны на том Чтобы вдохновиться Они общаются с предпринимательницами Уже с более, так скажем Длительным опытом ведения бизнеса Которые им как-то советуют Помогают, подсказывают Вопросы касаются не только такого, так скажем Женского совета Нет, а и юридического Что очень немаловажно для открытия бизнеса Следующий материал Вновь взошедшая звезда Уилла Владислав Кожухарь Отправился в Уилл на Кукжарскую ярмарку Это известная ярмарка Которая в этом году исполнила 150 лет На этой ярмарке присутствовали Не только жители Уилла Они представляли свои товары Свою культуру Национальные наряды Но и приехали гости со всей области И очень приятно было наблюдать Такую, так скажем Возвращение, да В те далекие времена Торговых отношений Караванных путей Даже вот фото верблюда Есть Владислав Кожухарь постарался Передать всю атмосферу Кукжарской ярмарки И вот того времени В своем материале Кто ответит за обновленку в школах? Ответили на все вопросы И по обновленке в том числе Руководитель городского отдела образования Индира Бексултанова Она пришла к нам для разговора И мы вели прямую трансляцию На нашем сайте И говорили с ней О самых злободневных вопросах То, что действительно интересует Сегодня родителей школьников Да и просто неравнодушных читателей Неравнодушных людей И общественности Естественно, мы затронули тему И по обновленной программе И по учебникам Нашумевшим уже в последнее время Особенно русского языка За седьмой и пятый класс И на все вопросы Постаралась так достойно держаться И объяснить всю ситуацию И, кстати, вот Следующий материал Я уже сталкивалась С такой реакцией Двадцать лет назад Это такой, можно сказать Ответный материал От Зинаиды Сабитовой Автора Этих учебников По русскому языку За седьмой и пятый класс Которая пыталась Объяснить В своем интервью Чем она руководствовалась И откуда взялись Вот такие вот Ну, я не побоюсь Такого слова Неадекватные упражнения И задания Потому что мы изучали Этот учебник И мы видели Действительно Возмущение не только Со стороны родителей Но и учителей Им интересно Вообще встретиться С автором И как-то Обсудить этот вопрос Как преподавать По таким учебникам И какую цель Вообще преследовать Следующий материал Крайне пуганных фанатов Едва ли наши горожане Отошли от приезда Звезды солиста Группы Иванушки Интернешнл Как к нам приехала Новая звезда Ну, звезда не новая Баян Есентаева Известна уже В кругу Наверное Всего Казахстана И не только Но приехала Не так часто она приезжает Приехала она со своей миссией Она приехала представить И презентовать Свою книгу О себе И о своей Судьбе Но из фанатов Были в основном Конечно молодые девушки Женщины бальзаковского возраста И среди них Вот как-то Предстался наш Владислав Кожухарь Да Ему Я не знаю Повезло ему или не повезло Вот Но он рассказал В материале О чем говорила Баян Есентаева Как к ней отнеслись Наши актюбинские фанаты Как ее встретили В нашем городе И как вообще Прошла эта встреча Я думаю Будет интересно тем Кто и присутствовал Даже те кто не попал На эту встречу Следующий материал Быстрее Выше Сильнее В нашем городе Я думаю Все заметили уже Что появляются новые Спортивные площадки И это конечно же Радует Интерес у горожан К спорту Все растет Больше и больше И вот этим Серьезно занялись В городском окемате В лице Евгения Гончарова Главного нашего спортсмена Руководителя ГУ Отдела спорта И физкультуры Который Лично Проконтролировал Как открылись площадки Исправны ли тренажеры И вообще в каком состоянии Сегодня у нас Спортивные площадки В целом И это не может не радовать Действительно Потому что дети приходят Дети увлекаются этим Особенно Нужно отметить То что спортивные площадки Устанавливают там Где в основном Густонаселенные Так скажем Районы Но там как-то Нет никаких Развлечений Для детей Нет никаких Клубов Для занятий Спортом Я думаю Что это стоит Отметить Тем более Что планируется Еще открытие Новых спортплощадок Однако говорят Что зачем нам Спортплощадки Осенью Но Также отметили То что Все эти спортплощадки Можно и зимой Переоборудовать Для зимних видов Спорта Например Площадка для мини-футбола Легко может стать Для хоккея Площадкой Так что это приятно Праздник удался Мы хотели бы поздравить Футбольный клуб В октябре С их 50-летием Праздник действительно удался И обратили внимание Не только к тому Что юбилею Футбольного клуба Но и то что они выиграли У команды Каргандинского шахтера Даже не болельщики Наверное знают Об этой победе Я не увлекаюсь футболом Но я и слышала Про фейерверки И слышала Радостные Крики Ура Со стороны болельщиков Не увлекаюсь футболом Но я увлекаюсь фейерверками Фейерверками Это точно Ну это приятно Конечно Хотя многие болельщики Планировали и хотели бы Видеть счет 5-0 Все-таки в честь 50-летия Но тем не менее Вот на три гола Как-то не удалось Ну и то рады им Конечно И желаем только побед Нашему футбольному клубу Следующий материал Владислав Кожухарь Поделился своими впечатлениями Называется материал 3100 ступеней к Богу Чтобы попасть на вершину Синая Где согласно Гиблии Моисей получил Скрижали заповедями Нужно пройти тяжелый 7-километровый путь И причем в ночное время И вот Владислав Кожухарь Решил попробовать Вот себя в роли паломника И на себе Так скажем Ощутить эту роль Это было в Египте Владислав направился Вместе с другими туристами И вот его Такая атмосфера Которую он пытался передать И все-таки отвечает на вопрос Для кого тяжелее Проходить этот путь Все-таки Если есть за плечами Какие-то грехи То действительно Он заметил то Что многим Идти было гораздо сложно Ну и многое интересное Антон О всем не скажешь Спасибо большое А во всем это можно прочитать Главное Купить новый номер Газеты в Эврике В наших торговых точках До встречи Спасибо Спасибо